В столице Верхневолже в эту пятницу участвовали юных талантов. На сцене областной филармонии в рамках проекта «Молодые дарования Тверской области» состоялось награждение губернаторских лауреатов и стипендиатов. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Никола Соловьев пришел на торжественную церемонию вместе со своими работами. Это художественный переплет и роспись по дереву. Молодой мастер скромничает, говорят, что ничего сложного тут нет. Это картонные сторонки, облаченные в крафтовую бумагу, гипсовая вставка и тиснение по гипсу. Все это раскрашено акриловой краской. В принципе, технология несложная. Надо только немножко разобраться, понять принцип действия. Дальше это все становится достаточно элементарно и просто. А ученик Лихославльской школы искусств Артем Иванов стал стипендиатом за игру на фортепиано, что уже более пяти лет является его главным интересом в жизни. Артем отмечает, что для участия в этом конкурсе он со своим преподавателем специально подбирал произведения. Нужно играть определенную программу, хорошо ее играть, и чтобы выиграть, нужно еще подготовить свое портфолио, в каких конкурсах ты до этого участвовал, выиграл, и поэтому уже отбирается. Какую программу ты сыграл? Грик Кобальт, Гайн Заната Соль Мажор. Эта презентация стипендиатов стала завершением регионального конкурса. Он проводился по номинациям «Музыкальное исполнение», «Искусство театра», «Хореографии», «Цирка», «Кинематографа» и многое другое. За победу боролись более 300 человек из 30 специализированных и обычных общеобразовательных учреждений. В ходе торжественной церемонии заместитель главы региона зачитал приветственные слова губернатора Тверской области. Благодарю наставников и родителей за благородный и важный труд. Ваша искренняя забота о детях, стремление воспитать их на основе неприходящих духовных и нравственных ценностей, уважение к историческим культурным традициям заслуживает признание. Желаю всем стипендиатам вдохновения и новых успехов. Своим талантом, помноженным на упорный труд, эти юные жители региона уже внесли заметный вклад в развитие культуры и искусства Верхней Волжи. Остается надеяться, что следующим шагом для них станут успехи на всероссийском и международном уровне.